Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики зарегистрировала первого кандидата на должность главы Чувашии. Им стал Сергей Матвеев, выдвинутый партией Патриоты России. Кроме того, комиссия отказала шести кандидатам, которые не смогли предоставить необходимые документы. Сергей Матвеев одним из первых подал на проверку в местный избирком 276 подписей муниципальных депутатов и список претендентов на должность сенаторов Совет Федерации. После проверки всех документов комиссия приняла решение зарегистрировать кандидата от Патриотов России. Словно, муниципальный фильтр преодолеть непросто. Но, конечно, только благодаря моей команде, то есть это одному человеку нереально как бы пройти. После площадок этих встреч приходилось еще встречаться, общаться и собирать подписи. Задача сейчас усилить работу. Опять же, агитационные процессы, работа и встреча с избирателями. Ну, опять снова у нас командная работа. Шесть других кандидатов – Юрий Шакеев, Николай Коклейкин, Андрей Эльдеменов, Роман Васильев, Максим Чепель и Петр Петрянкин – либо вовсе не предоставили нужные документы, либо сдали их не в полном объеме. Компания, на мой взгляд, вообще непредсказуема, потому что никто не мог предположить, что у нас будет 12 кандидатов. Никто не мог предположить, например, что две такие партии, которые у нас в республике являются ведущими, это «Единая Россия» и «Справедливая Россия», не выдвинут своих кандидатов. Но все произошло так, как произошло. Таким образом, у нас на данный момент пять кандидатов претендует на то, чтобы попасть в избирательный бюллетень. Мы считаем, что выборы будут вполне конкурентными, интересными, и, соответственно, результат должен быть объективным. На этой неделе ЦИК рассмотрит документы еще четырех кандидатов, выдвинутых партиями. Это Константин Степанов от ЛДПР, Александр Андреев от КПРФ, Николай Степанов от партии пенсионеров. На проверке и документы самого движенца Олега Николаева. Уже в четверг станет известен окончательный список претендентов на пост главы Чувашии. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика.